И прошу следующего докладчика, Ирина Александровна, Никитина. Наши гости из Москвы, прошу. Так, есть ли у вас? Ага, презентация есть. Вы пока располагаетесь в кресле. Сейчас вам все включат, запустят. Продолжение следует... 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 Критика, в общем-то, была. Но она не была... Не была, так сказать, позитивной составляющей. И эта самая позитивная составляющая была предложена Тереза Хейт, которая в 2006 году предложила провести, так сказать, кооперативный поворот. Она говорит, давайте перейдем от всяких политкорректных теорий, то, что она называет PC Theories, к теориям кооперации в духе Пола Грайса, CP, то есть Cooperation Principle Theories. И, соответственно, критика, в общем-то, довольно была жесткая. В статье прямо достаточно сильная, она говорит, что недостаточно объяснительная сила риторического подхода, называет предыдущие традиции риторическим подходом. В чем основная претензия? В том, что предшествующие исследователи основным занимались текстуальными маркерами, которые указывают на ненадежные повествования. То есть мы узнавали, как конструируется ненадежное повествование, как написать текст так, чтобы в нем был ненадежный раскачек, если вы автор, но вообще не объяснял, почему это вообще работает, почему возникает некоторый художественный эффект. И, соответственно, подход Треза Хайт, мне кажется, справляется с этой задачей, ну, достаточно прилично. Соответственно, она говорит о коммуникационной модели, которая представлена здесь. Она дуалистична в том плане, что у нас есть художественный мир, который находится внутри этой схемы, и, значит, не художественный мир. И у нас есть четыре нарративные сущности, целостности. Соответственно, они расположены попарно. Две внутри художественного мира. Это, соответственно, наратор, то есть рассказчик и адресатор рассказчика, то есть подразумеваемая фигура, кому этот рассказчик нечто рассказывает. А если мы переходим на вне художественный уровень, то там мы видим автора, в общем-то, тоже подразумеваемого, потому что, ну, к действительному автору, у читателя никакого контакта нет. Он же не лично с ним беседует. Вот. И фигура читателя, аудитории. При этом важный факт, что у читателя присутствует осознание двойственности модели. То есть он как бы интуитивно понимает различия между художественным уровнем и вне художественного уровня. То есть, когда мы читаем текст, мы интуитивно понимаем, что рассказчик и автор – это не одно и то же лицо. Соответственно, что же происходит дальше? Тереза Хайт использует хорические высказывания к некоторую схему. Что же такое хорические высказывания? В общем-то, хорические высказывания, такое как «Антеренс», были предложены Данам Спербером и Деидер Улсеном, авторами теории релевантности в их статье, которая упомянута на слайде. И они с помощью хорических высказываний объясняют, как работает ирония. На чем же основано вообще, как работают хорические высказывания? Разделяется использование use и mention упоминания, которое уже у Сорли было. И использование отсылает нас к тому, к чему отсылает само высказывание, а упоминание отсылает нас к самому высказыванию. Если у нас это стандартное высказывание, то какое у нас упоминание может быть, что просто какое-то высказывание состоялось. Мы говорим, кто-то говорил нечто. Если же оно эхоическое, то к этому добавляются некоторые отношения, соответственно, происходящее высказывание, к тому высказыванию, к которому отсылает оно. И, соответственно, здесь могут возникать различные эффекты, в том числе ирония. И в рамках представленной ранее коммуникационной модели Хайт утверждает, что все высказывания конституруются как эхоические. Соответственно, по какой причине? Я, наверное, на предыдущий слайд переклинусь. Потому что, когда мы читаем некоторые предложения, соответственно, некоторые высказывания в художественном тексте, это высказывание используется в рамках художественного мира. А в рамках вне художественного мира оно упоминается. При этом это упоминание эхоическое. То есть мы можем это представить, как автор нам говорит. Представьте себе, что некоторые рассказывают такую историю. Соответственно, любое художественное высказывание конститурует все высказывания как эхоические. И, соответственно, здесь возникают различные варианты отношения между... Варианты отношения автора к соответствующему высказыванию, к соответствующему какому-то нарративу. И если у нас рассказчик надежный, то есть у нас стандартное такое высказывание, то это отношение просто рассказываемости. То есть автор нам рассказывает эту историю, потому что она рассказываемая, она интересная и так далее. Однако в рамках ненадежного повествования отношение критическое или насмешливое в том плане, что читатель, когда он читает это, должен себе представлять, почему кто-то может рассказывать такую историю таким девиантным способом. Соответственно, как происходит этот переход читателя с художественного уровня на внехудожественное и осознанием ненадежности рассказчика. Соответственно, здесь представлена схема. Читатель сначала находится в роли адресатор внутрихудожественного мира и воспринимает то, что ему повествует рассказчик. Затем он наблюдает нарушение принципа кооперации. Тут отсылка к Грайсу. И он думает, наверное, это импликатура. Потом обнаруживает, что импликатуры никакой не было. И, соответственно, думает, должна же быть какая-то мотивация для того, чтобы рассказывать историю сто девиантным способом. И в этот момент, соответственно, переходит на внехудожественный уровень. То есть, если здесь в этой схеме это некоторая ирония, то может быть различный вариант отношения критической, насмешливого, какой-то несколько даже осуждающий, если, например, нормы этические расходятся у подразумеваемого автора и рассказчика. И, соответственно, именно в момент этого перехода, перехода с художественного на нехудожественный уровень, и возникает известный нам художественный эффект, когда мы понимаем, что рассказчик ненадежный. И при этом такая коммуникационная модель дает нам ясное и понятное определение ненадежного рассказчика, которое до этого в целом-то в нейронологии не существовало, многообразные эти определения. Здесь все понятно. Ненадежный рассказчик – это рассказчик, который нарушает принципы кооперации, чаще всего максимумное количество, то есть он либо врет, либо не договаривает, не подразумевая при этом аппликатуры. Есть проблема с этим подходом, которая решается с помощью классификации ненадежных рассказчиков, какая-то проблема, что каким-то образом нужно было в Терезе Хайт совместить эту предложенную коммуникационную модель и нарушение принципа кооперации с той огромной предшествующей традицией, которой исследовала текстуальные маркеры. То есть возникает вопрос, если эта модель так работает, как она связана с текстуальным маркером, который указывает на ненадежное повествование? Откуда они берутся? И она связывает это с принципом кооперации через теорию вежливости Брауна и Веленсона. И в рамках этой теории есть позитивное, негативное лицо чехолека и есть такая концепция, как попытка спасти свое лицо. И она говорит, что, соответственно, рассказчик просто пытается спасти свое лицо, несмотря на то, что он лжет. То есть ему нужно как-то сохранить свое положение в обществе, так сказать. И в связи с этим маркеры становятся более отчетливыми, чем большая степень осознанности на версии ненадежного рассказчика. То есть какой она предлагает классификацию? Она говорит, что у нас есть осознанные ненадежные рассказчики, то есть те, кто лгут. То есть, например, в каком-то детективе кто-то совершил убийство, и от его лица, например, ведется повествование убийства Рожера Акройда. Агата Кристи – хороший пример такого. Где, соответственно, мы в конце узнаем, что наш рассказчик все это время был убийцей. И, соответственно, неосознанные, ненамеренные, ненадежные рассказчики. Но это могут быть дети, например, или какие-то безумцы. Люди, которые не до конца понимают, что происходит и так далее. И, соответственно, тогда у нас получается, что текстуальные маркеры и их отчетливость связаны с тем, насколько осознанно наш рассказчик нарушает принцип кооперации. И, соответственно, последнее, что я хочу представить, это возможность союза с когнитивистским подходом. Откуда берутся истоки этого союза? Дело в том, что Тереза Хайт принадлежит, как я уже упоминала, к уже упоминаемой мной немецкоязычной энергетологической школе. И в течение последних лет 30, мне кажется, происходили попытки как-то связать уже имеющиеся некоторые схемы с некоторыми психическими процессами, чтобы объяснить это более, чтобы объяснительная сила была больше у предлагаемых им подходов. И, соответственно, происходили некоторые союзы риторического и когнитивистских подходов. И какая основа? Мы говорим, что есть некоторые психические процессы, которые обеспечивают конструирование читателям повествования к ненадежному. То есть это не просто какая-то социально-культурная обусловленная вещь ненадежного повествования, а за это что-то стоит более глубокое. И Хайт в своей наиболее поздней статье говорит о том, что когнитивистские и прагматические подходы – это две стороны одной медали. И тут идет струнничество с несколькими подходами с британской школы когнитивной поэтики, которые утверждают, что у читателей есть некоторая схема, в ходе чтения он пытается вписать нарушение максимум в эту схему, но в какой-то момент делать это больше нельзя, и происходит разрыв схемы. То есть если мы смотрим на предложенную модель, в общем-то мы утверждаем, что у адресата, который находится сначала внутри художественного мира, есть некоторое представление, некоторая схема о том, что должно происходить, и он максимально долгое время, возможно, пытается находиться внутри этого мира. Это, в общем-то, замечательно объясняет, почему, когда мы читаем текст, у нас не сразу мы обнаруживаем, что рассказчик ненадежный. То есть нет такого, что мы открыли вторую страницу, такие все, ненадежный рассказчик. Нет, мы понимаем, что там страницы 50-60-й. И как раз-таки в этом и стоит эффект, потому что если бы мы сразу обнаружили, что ненадежный, мы просто бы читали записки лжеца. Это не так, в общем-то, интересно. Это как раз-таки объясняет вот этот вот отложенный эффект обнаружения рассказчика ненадежного. И второй подход, в общем-то, тоже похожий. Джона Манфреда, он, может быть, чуть менее теоретизированный, я бы сказала, более интуитивный, который Джон Манфред утверждает консервативное смышление, говорит, что, в общем-то, у читателя в ходе чтения художественного текста возникает некоторый набор представлений относительно повествования, относительно художественного мира, в котором он находится, и он максимально долгое время старается их придерживать. Придерживается этих представлений и, соответственно, как раз-таки тоже объясняет практически то же самое. То есть почему мы не сразу обнаруживаем рассказчика как ненадежно. И на этом, наверное, все. Спасибо большое за внимание. Ирина Александровна, спасибо. Вопросы? Иван, поучится, не помню. Виктор Ильич. Да, поскольку я ничего не понимаю в наративистике, я правильно произношу это название, вот, а, нартология, да. Вот, у меня, и я так до конца не понял, в чем заключается ненадежность рассказчиков и какой именно художественный эффект создается этим способом. Можно какие-нибудь примеры привести? Виктор Ильич. 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 То есть у него какие-то когнитивные отклонения, может быть, у него раздвоение личности, да, и он рассказывает нам версию одного лица, а Бойцовский клуб, например, да, то есть он рассказывает нам версию одного лица, а не другого. Или же это осознанно, то есть это вранье, вот убийства Решера Дакройда, Роджера, я извиняюсь, Агата Кристи, что все повествование ведется от лица убийцы, вначале там делается такая маленькая вставка, ну, как бы не вставка, наоборот, убирается фрагмент, то есть он говорит, что вот происходило то-то, 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 потом прошло пять минут и происходило дальше нечто. И вот в эти пять минут совершилось убийство, мы его знаем в конце. А все это время мечтаем, что да, он пытается помочь расследованию, он серьезный, надежный рассказчик, он нам все рассказывает, как он узнал, а вот с самого начала он узнал, кто убил, потому что убийца был он. И как бы в этом и заключается эффект, что мы читаем, в какой-то момент обнаруживаем, что рассказчик ненадежный, это доставляет нам некоторое эстетическое удовольствие, что вот как интересно, что так все сложилось. Вот, и, соответственно, как раз проблема, ну, то есть как это работает, то есть как мы узнаем о том, что рассказчик ненадежный, и как бы, ну, вот как раз этот процесс, как он происходит. Потому что все, что было до Тереза Хайт, это просто была подборка, так сказать, текстуальных маркеров. То есть мы говорили, что вот вы видите вот это в тексте, и, соответственно, вы понимаете, что рассказчик ненадежный. Ну, как бы, ну, в тексте можно разное видеть, как бы, и почему вот этот набор текстуальных маркеров ведет нас в понимание того, что раскачек ненадежный, было непонятно. Вот, и, соответственно, здесь как раз предложена модель, которая это объясняет. Спасибо. О чем маленький вопрос. Вот в случае, если повествование ведется не от первого лица, а от автора, там фигура наратора, тогда оно присутствует? Тут есть такая, как бы, с одной стороны, мне кажется, это хитрость. Мне не хватает теоретических познаний, филологии, чтобы это подтвердить. Но есть некоторые исследования, которые указывают, что даже в повествовании, где нет рассказчика, который он идет с не от первого лица, есть некоторые признаки, маркеры, которые указывают, что он как бы имплицитно там содержится. Вот. И, соответственно, какая-то часть исследований посвящена ненадежному повествованию, в котором нет рассказчика. Но это скорее какие-то маргинальные случаи, потому что если все-таки мы говорим о ненадежности повествования, чаще всего мы имеем в виду какого-то рассказчика, который, соответственно, нам пытается соврать. Хорошо, спасибо. Коллеги, прошу еще вопросы. Иван Борисович, как обычно. Вам, наверное, знакома статья Майера про это вот визуальное, ненадежного рассказчика в кино. Это второй номер эпистемологии и философии науки, где за этот год Димар Майер и панельная дискуссия потом случилась по этому материалу. Очень подробно там всякие обсуждали вопросы, но там визуализация. Мне кажется, очень часто именно когда какие-то кейсы разбираются, то есть когда статьи посвящены к оперативному произведению, статьи это делится на две части. То есть где-то, наверное, две трети статей все-таки придерживается старого подхода Ньюинга и опирается в основном на него. А одна треть, к сожалению, мельчество придерживается как раз-таки вот этой прагматической модели. И, как я заметила, именно когда анализируют визуальное представление, то есть фильмы, эта часть используется. Мне кажется, это связано с тем, что не было выработано такой обширной системы этих текстуальных маркеров. То есть как бы кино в какой-то степени такое новое поле, где можно, в общем-то, использовать прагматическую модель, она там больше подходит. А уж в кино нету вот этого, нету рассказчика. Там презумпция камеры в том, что она показывает как бы то, что имеет место, включая первые сущности, а не дескрипции. То есть мы из литературы, там, с времен Гомера мы знаем, герой, который кого-то обманывает на глазах читателя. Это понятно. Потом, значит, когда автор начинает обманывать читателя, это интересная игра, и первенство принадлежит, ну, по части детектива, кстати, Чехову, драма на охоте. Там же та же история. Там мы читаем всю повесть, думая, что она описание каких-то событий, а потом, оказывается, что убийца автора. Потому что он опередил Чехову, Агату Кристи. А с кино получается интереснее. Там маркеры визуальные. Вот он, кстати, Майер не все анализирует визуальные маркеры того, что происходит. Вот, кстати, Рассем, он предлитературный пример. Потому что там как раз одна и та же история, именно рассказывается разными людьми. А вот Больцовский клуб, который принимает Майер, но потом я тоже, как бы, ознакомившись с этой статьей, я тоже стал собирать разные случаи, когда визуально нам показывают ненадежность рассказа. У кого-то льется вода на персонажей. Или происходит что-то такое абсурдное. Например, там какая-нибудь собака появляется и вдруг ложится куда-нибудь, которая до этого, говорю, уснилась. Как показать? Некоторые пускают туман в изображение, чтобы показать, что это ненадежно. Пожалуй, они замещают вот такого рода кавычками, показывают тех текстовые маркеры, которые создают нарушение принципа кооперации. Визуально это не сделать. Кооперацию не нарушишь визуально. Да, мне кажется, именно в кино это более применимо. Какая-то, может быть, свежесть подхода именно в связи с отсутствием вот этой большой, такой размашистой классификации, которая так удобная и практичная, и надежная. Да. Так, коллеги, в принципе, время у нас вышло, но я хотел бы с вами посоветоваться. У нас до кофебрейка остается 7 минут, и мое предложение следующее. Сейчас еще, может быть, несколько вопросов продолжить и пойти на кофебрейк, пока там ничего не съели. И, соответственно, Андрея Анатольевича перенести на после кофебрейка. Если у Андрея Анатольевича есть право введом. Остальные как? Еще вопросы есть? Коллеги, может быть, есть вопросы онлайн, я онлайн не вижу. Так, что там? Ага, так. Прошу, прошу. Или там... Алексей Петрович. Ага, хорошо. Ну, во-первых, спасибо вам за спойлер этого романа. Теперь я не буду его читать. Так, ну, а во-вторых, знаете, мне просто такой вопрос все-таки. Вот вы говорите, что в литературе, то есть, еще раз, рассказчик всегда присутствует. Правильно? Такой тезис я услышал. Я как бы боюсь сейчас славаться, но есть статья, я могу посмотреть ее, и, наверное, может быть, как-то скинуть, если это кого-то интересует, в которой производится анализ различных видов поискований, и доказывается тезис о том, что даже в поисковании, которое не ведется от первого лица, где нет рассказчика, присутствуют некоторые маркеры, которые как бы его подразумевают. То есть, он присутствует там имплицитно, да. И, естественно, Хайт опирается на этот тезис, когда говорит, что даже если у нас надежное присутствование без как бы эксплицитного рассказчика, мы все равно можем понимать его как ненадежно именно через эту коммуникационную модель, потому что у нас присутствует все-таки, даже если имплицитно, фигура этого рассказчика. Я просто хотел уточнить, вот, посмотрите, рассказчик, вот что имеется в виду? Рассказчик имеется в виду как вот просто такой субъект, как условно, как некая вот камера, которая вот это все нам показывает, видит, или вот имеется в виду как некая, как бы, в общем, когда рассказываем, когда кто-то что-то рассказывает, очень тяжело, прямо почти невозможно, ну, часто невозможно избавиться от отношения, то есть какая-то личность чувствуется. То есть вот когда, например, допустим, возьмем рот литературы драмы, вот там, например, как раз-таки, там такие описания слова автора, собственно, это какие-то ремарки, вошел, там смеется, такой список персонажей и так далее, там вот, как мне кажется, там вот это тот случай, когда в словах автора нет никаких эмоций, то есть он вот прям как камера, вот как камера видит, он как раз вот это все и описывает, вошел, пришел, посмеялся и так далее. Вот здесь вот рассказчик все равно присутствует, да, то есть вот как некая такая камера, или вот все-таки вот рассказчик как вот с некой соотношением, как описываемым событием? Ну, здесь все-таки имеется различие между подразумеваемым автором, мне кажется, то, что вы имеете в виду описывать драму, то есть как бы слова автора, а рассказчик, он у нас присутствует именно внутри художественного мира, потому что как бы когда мы, ну, смотрим уже драму, то там никаких этих ремарок, соответственно, нет. То есть мы как бы можем замечать, так сказать, что события повернуты таким образом, и так вообще развертываются как бы ход драмы, что мы понимаем, что как бы, ну, она все-таки с какой-то конкретной позиции перед нами развертывается, наверное, но я боюсь заходить на эту территорию, если честно, потому что у меня нефилологическое образование, и так сильно именно в эту сторону я, наверное, не копала. Вот. Возможность ненадежного повествования в драме, это уже ближе, наверное, естественно, к кино, чем художественным. Ну, я не соглашусь с вами, потому что одно дело драма как текст, как произведение, в которое можете пойти, где-то купить книжку, там, пьесу Островского и прочитать, и совсем другое произведение, драма, сыгранная в театре. Вот то, что говорить про драму в театре сыгранной, это да, я согласен, сюда относится. Вот когда, просто как произведение литературное, как книжка, которую вы как-то читаете, это другое все-таки. Достаточно сложно воспринимать ремарки автора как некого рассказчика, мне кажется. Но, то есть, я бы сказала, что это все-таки подразумеваемый автор. То есть, мы воспринимаем ремарки все-таки автора, а не рассказчика, который существует внутри данного текста. Так, сейчас, Иван Петрович, еще один вопрос, и Вадим Миронович. А у меня не вопрос, так не было замечаний. Я сейчас вспомнил, что вот у Достоевского, по-моему, в «Братьях Карамазово», там же ведется не от первого лица, в общем-то, рассказ, и такие там достаточно, как бы, эти вещи, ну, рассказы, которые снаружи не могут быть известны, как бы, казалось бы, и внезапно, где-то дальше середина или даже ближе к концу, он там говорит, что «А, в это время меня не было в городе, и я не могу рассказать, что там было». А вот, а еще насчет кино, как раз вот недавно смотрел, какой-то детектив, не помню, к сожалению, как назывался, и там расследователь, это детектив, он опрашивает свидетелей, и там прямо такие маркеры, кавычек, там, он, допустим, говорит, давайте рассказывать, и подбрасывает монетку. И эта монетка летит, и начинается как бы от имени рассказчика в ее истории, и потом, когда это заканчивается, показывает, что монетка эта падает обратно, все закончились, кавычки. Ну, в кино там вот, Ван Борисович отмечал, что там два варианта, то есть одно дело, то есть как в Росимон, что у нас как бы эксплицитно говорится, что вот сейчас будет история, рассказанная кем-то, да, и мы видим, ну, практически рассказ, да, выступление от лица какого-то из героев. Другое дело, если у нас не надежно как бы само повествование в целом, то есть мы вообще не можем доверять тому, что мы видим на камере, то есть мы видим какие-то события, мы не думаем, что нам кто-то это рассказывает, но, тем не менее, в итоге окажется, что повествование было ненадежным, и тогда мы в качестве рассказчика как раз воспринимаем уже, вот, как бы сказать, человека за камерой, грубо говоря. Вот, там есть разница, достаточно большая. Так, ну, Вадим Миронович, и, соответственно, уже бежим. Кратко, у меня два таких небольших соображения по поводу. Вот ненадежность рассказчика – это такое оценочное осуждение, то есть, может быть, тут подразумевается, что рассказчика так подвергает или дефективен, как в вашем закладе, собственно, было. А, в общем, по-моему, в нартологии ставится вопрос о просто плюрализме точек зрения. Среди них, может быть, еще расставлены какие-то действительно оценочные осуждения, но это не обязательно. И вот есть целое направление, связанное с семантикой возможных миров, именно в нартологии. Это, где особенно Любомир долежил с книжкой «Этеро Космика», «Этеро Космика» с 1998 года, отметил сам Павел еще. То есть, довольно большое направление, если есть стэнфордское направление, стэнфордская энциклопедия, вот это онлайн, то там в возможных мирах или, по-моему, в виртуальной реальности, какие-то есть там такого итальянца Викторио, который тоже очень много занимается. Его там статья с библиографией я могу прислать. И вот там, например, есть такие тексты, художественные, где сразу несколько точек зрения, но не я скажу, что они плохи. Из классической литературы это Дон Кихот Сервантеса. Там есть позиция самого рассказчика Сервантеса, как бы так условно, и позиция Дон Кихота. И вот я в детстве считал, я просто, конечно, считал, что Сервантес ненадежный рассказчик, а на самом деле там были великаны, это ясно. Просто уменьши надо выбирать. Из такой же более новой литературы, какой-нибудь Казарский словарь Милорада Павича, где специально разные точки зрения, еще на эту тему не очень корректно и строго в смысле науки писал, но иногда очень увлекательно и красиво, и по-своему это может быть полезно читать, Вадим Руднев. Вот его, так сказать, многочисленные книги, начиная с книжки проще от реальности и продолжая всякими там, ну там есть закусы в психиатрию, конечно, тоже, но это по-своему мне кажется интересно, это вот одно. А если говорить именно о ненадежности, то, конечно, ваша работа смыкается с совершенно другой еще областью, анализом дискурса, когда нужно понять, работать с пропагандой, например, то есть как всякие маркеры вранья в тексте, именно здесь уже вранья, конечно, а не просто альтернативные точки зрения. И есть, вот это я просто сам плохо знаю, это библиография, но в принципе знаю, что вот большая, где анализ пропаганды, есть, конечно, в основном это книги, как правильно наврать, то, что вот в военных капитрах некоторых изучала спецхраня, но это на Западе, эта литература всегда была в открытом доступе, и это вот тоже, на что выходит в вашей статье, это здесь ваш доклад. Спасибо. В нейротологии есть подход, который говорит о том, что, соответственно, у нас размываются принципы рациональности, и мы не такие серьезные требования предъявляем в кооперации со стороны рассказчика, и у нас тогда понятие надежности-надежности размывается, но мне кажется, это просто работает таким образом, то есть это тоже накладывается на эту модель, просто в том плане, что если у нас нет ожидания кооперации, то мы остаемся внутри этого художественного мира, мы просто не выходим вне художественного, то есть мы говорим, ну да, не очень надежное повествование, там какой-то странный поток сознания, да, там в постмодернизме, и, ну да, замечательно, так, значит, и все устраивает нас, и мы не пытаемся искать каких-то мотиваций автора, и, естественно, у нас такого четкого разделения на надежную-надежную уже не происходит. Мне кажется, эта модель, как бы она все еще работает. Так, ну, Ирина Александровна, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.